Здравствуйте! В студии Сергей Михайлов с обзором основных спортивных событий. Накануне состоялись заключительные матчи четвертого тура Лиги Чемпионов. Манчестер Сити на Этихаде принимал ЦСКА. Матч начался стартовым натиском с обеих сторон. Уже на второй минуте Манчестер Сити сфалил у своей штрафной. К точке подошел Натха. Его подача во Вратарскую удачно соприкоснулась с главой Думбия, который отправил мяч в ворота. Спустя несколько атак уже ЦСКА фалит в близости от своих ворот. На восьмой минуте Яя Туре нацелен на ворота Акинфеева, и его удар не подлежит критике. Мяч в воротах. 1-1. В первом тайме команды продолжали играть активно. На 34-й минуте Клише ошибается. Адав мяч в центр, Круглый попадает в ноги Натха, который выводит Думбия на свидание с Хартом. Сейду момент реализовал. Во втором тайме горожане держали армейцев в плотной осаде. ЦСКА играла на контратаках. В итоге хозяева мало того, что не забили, они еще заканчивали матч в девятером. На 70-й минуте Фернандиньо получил вторую желтую, а на 82-й Яя Туре за грубость получает прямую красную. В итоге боевая победа ЦСКА в гостях со счетом 1-2. Результаты заключительного игрового дня четвертого тура. Атлетик из Бильбао проигрывает Порту 0-2. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче Аякс-Барселона. Бавария после победы над Ромой в Риме разгром на 7-1 у себя дома выигрывает более скромно 2-0. Морибор сумел совершить сенсацию тура, сыграв с Челси в ничью 1-1. ПСЖ скромно обыграло ПЛ 1-0. Лиссабонский спортинг с Шальке выдал аналогичный матч, который прошел туром ранее в Гельзинкирхене. Матч оказался результативным. Победу одержали хозяева 4-2. И, наконец, Донецкий шахтер вновь громит Батте 5-0. Луис Адрианов в двух матчах с белорусами забил 8 мячей, возглавив список лучших бомбардиров турнира, опережая своего преследователя на 4 мяча. Турнирная таблица выглядит следующим образом. Вчера прошли очередные матчи в континентальной хоккейной лиге. Хабаровский Амур, недавно абсолютный аутсайдер Востока, набирает форму и уже в третьем матче к ряду одерживает победу в основное время. На этот раз тигры обыграли пятую команду западной конференции Минская Динамо 4-2. Адмирал во Владивостоке сумел одержать домашнюю победу в овертайме над Мытищинским Атлантом 3-2. Борис у себя дома одерживает победу над Медвещаком 4-1. Сибирь со Слованом, отыграв далеко не по хоккейному счету основное время 0-0, лишь в серии булитов сумела одолеть гостей 1-0. В волейбольной лиге чемпионов «Зенит Казань» в первом туре у себя дома принимал Фридрих Схафен. Подача у казанцев летела здорово, и нападающие Фридрих Схафена почти всегда атаковали на организованном блоке. 13 из 17 ударов Спиридонова достигли цели. Всегда бы так. Наверное, единственное, к чему можно придраться по вчерашнему матчу, это прием. Вроде бы среди немцев не было признанных мастеров подач, но безупречной доводкой своего связующего казанцы радовали нечасто. Впрочем, атака все компенсировала. «У нас было достаточно большое преимущество. По такой игре даже непонятно, это мы так хорошо сыграли или они так плохо», признался после матча Кобзарь. «Зенит» после уверенной победы занимает первое место в группе. «Олимпиакос», выиграв свой матч 3-1, занимает второе место. Третье за пассажирницей, на четвертом Фридрих Схафен. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, здоровья вам, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова